Пассажирские платформы, железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры являются зонами повышенной опасности. В основном несчастные случаи происходят из-за халатности и беспечности людей, которые переходят железную дорогу в неположенном месте. Для того, чтобы напомнить гражданам о правилах нахождения на железной дороге, на станции Расторгуева провели акцию «Сохрани себе жизнь». Пользоваться только санкционированными переходами. Сейчас здесь организовано два моста. В случае перехода через пути, переходить только в положенном месте, смотреть налево, направо, обязательно также вынимаем наушники. Ни в коем случае не занимаемся зацепингом. Вам хорошего дня и на память листовочка. Спасибо большое. До свидания. В профилактическом рейде участвовали представитель казачьего общества, сотрудник линейного ОВД Павелецкого направления, а также заместитель начальника Южного муниципального управления административно-пассажирской инспекции Подмосковья и начальника отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Витринский. С 4 по 20 июня у нас проводились совместные рейды администрации, центрально-перевозочной компании, полиции. Два раза в неделю проводились совместные рейды. Кроме того, на рейде уделили особое внимание зацеперам. Это молодежная субкультура, которая подразумевает передвижение на поезде, при котором человек цепляется снаружи вагона и держится за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Хотелось бы попросить еще раз всех родителей провести профилактические беседы со своими детьми, объяснить, что зацепинг – это смертельно опасное мероприятие, которое в большинстве случаев заканчивается очень нехорошо, и объяснить, что жизнь – она одна, и никакие развлечения не стоят того, чтобы ее потерять. Напомним, что за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность или штраф. А такую акцию, как «Сохрани себе жизнь», будут и дальше проводить в целях информирования населения. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова